Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня 6 сентября 2020 года, воскресенье. Воскресенье день рубрики прямой диалог. Буду рад ответить на ваши вопросы. Всегда в режиме полной прозрачности, в формате как есть. И пойдем по количеству лайков. Первый вопрос от Сергея Ельникова. По вашему коррекция начавшаяся в IT секторе США на пару дней? Или это негативный тренд продлится как минимум до выборов? На сколько процентов мы можем улететь вниз и когда лучше начать закупаться? Вопрос очень актуальный. Не зря он здесь на первом месте, его и тупо отображает. И достаточно много лайков набрал. Да, часто обсуждали этот вопрос в том отношении, что IT сектор безусловно перегрет. В целом сектор. Я бы не говорил, что все компании в нем перегреты. Есть компании перегреты, есть нет. Перегреты те компании, которые являются флагманом S&P 500. Чтобы двигать S&P 500 вверх, накачивали деньгами эти организации. Они росли вверх, тянули за собой индекс. Я думаю, кто занимается инвестициями, он это понимает. Я считаю, что в силу определенных сигналов, которые мы видим на рынке. Давайте откроем индекс, посмотрим его. В силу определенных сигналов есть такая вероятность, что тренд не какой-то ближний, не краткосрочный. Вероятнее всего может продлиться некоторое время. Те же самые инсайдеры я писал в Телеграме и на YouTube-канале, что они выходили заранее до некоторого снижения. Они обычно выходят не для краткосрочных сделок, не для каких-то краткосрочных перспектив, не для спекуляций. Обычно это подкрепляется определенным трендом, как минимум среднесрочным. То есть тут по ряду компаний, конечно же, требуется несколько охладиться и сигналы указывают на определенную среднесрочность. То есть это не один-два дня, а может быть более продолжительный период времени. Если говорим о том, насколько может спуститься S&P 500, я бы назвал отметки 3200. В районе 3200 довольно-таки приличный уровень поддержки. И следующий уровень это 3000. То есть может быть так, конечно, но 3000 не думаю, что будет, поскольку все-таки, да, индекс тянули перегретые компании. Если они будут снижаться, то будет некоторое снижение и у реальных компаний, которые стоят недорого. Но, скажем, такое снижение до 3000 будет не совсем, на мой взгляд, оправдано в силу экономики. Все не так плохо, компании неплохо восстанавливаются. Есть результаты по борьбе с коронавирусом, вакцины выходят и все прочее. То есть какого-то второго жесткого витка я бы не ожидал. И считаю, что все-таки тренд будет, да, коррекция, возможно, еще будет чуть более глубокая, чем мы видим ее сейчас. Сейчас мы видим просто небольшую коррекцию, такую вот временную. То есть понятно, что был отличный рост вверх. Естественно, нужно охладиться. Не бывает такого, что растет стеной и, в общем-то, без каких-либо колебаний. Поэтому ответ на вопрос – это да, что тренд может по снижению продолжиться. У меня были мысли, когда я видел, что инсайдеры выходят из IT-компании, что может сподвигнуть остальной индекс, также снижаться. Выходить ли из тех активов, которые имеются в моем портфеле. Еще раз повторюсь, что я не имею перегретых IT-компаний, перегретых секторов экономики. Приобретаю только компании, которые действительно работают, которые стоят недорого и которые можно держать на перспективу. Для себя сделал вывод, что выходить я не буду. К тому же есть некоторая динамика перелива средств из IT-компании в реальные компании. И риск того, что можно потерять хорошие точки входа, которые имеются сейчас, по отношению к возможности получить какой-то плюс на волатильности, все-таки перевешивает в сторону стабильности. Те компании, которые приобретены, они довольно-таки приличные и мощные. И, в общем-то, не хочется рисковать и покупать их потом дороже. Плюс, как я часто говорю, рынком правит определенный бенефициар или группа людей, которые решают, куда он пойдет. Мы с вами можем обсуждать, что он пойдет туда или сюда, но человек скажет, что он должен выстрелить на 500 пунктов вверх, и он это сделает. То есть тут никакой теханализ, никакой здравый смысл, он не сработает. Поэтому, как я говорил ранее и хочу повторить сейчас, не покупайте игры, не покупайте какие-то лотерейки, не вкладывайтесь в МММ, в Теслы, в пузыри. Это все делается людьми, чтобы заработать деньги, никто не стремится сделать вас богатыми, улучшить ваше благосостояние. Каждый крупный игрок рынка, который может таким образом манипулировать рынком Теслы, Apple с индексом S&P 500, он в первую очередь заботится о собственных целях и можно очень сильно потерять. То есть кто вовремя выйдет, да, будет какой-то плюс, но все-таки фондовый рынок, инвестиции я бы не стал рассматривать с той стороны, со стороны лотереи определенной, либо пан, либо пропал. Лучше пользоваться определенными инструментами, приобретать те компании, которые действительно этого заслуживают, в долгосроке это будет стопроцентный вариант. То есть это всегда работало, всегда будет работать. Вот эти вот краткосрочные тенденции, раздувание пузырей, сдувание, схлопывание и так далее, это определенная игра, входя в которую вы принимаете правила, но всегда можете, скажем, играть по своим собственным правилам, и это будет гораздо правильнее, на мой взгляд. Вот такой вот ответ. Значит, далее вопрос от Раде. Добрый день, Денис, NTNT по анализу лучше Verizon, а котировки растут у нее. Почему? Значит, сравниваем NTNT и Verizon. Да, действительно, я бы NTNT оценил бы по финансовому состоянию выше, чем Verizon. Мне NTNT больше импонирует. А почему у Verizon котировки растут? Потому что Verizon это не дивидендный аристократ. NTNT это две разные стратегии. То есть NTNT это дивидендный аристократ с конкретной дивидендной стратегией. Verizon это такой вот рост плюс дивиденды. То есть в ростовых компаниях мы ориентируемся на рост котировок, в дивидендных компаниях мы ориентируемся на стабильную дивидоходность повышающуюся. То есть есть две большие разницы. NTNT покупаются ими для дивидендной стратегии, Verizon приобретается для, может быть, рост плюс дивиденды и так далее. То есть тут закономерно. Если бы Verizon платил, он сейчас платит порядка 4% дивидендов, NTNT платит больше 7%. Если бы Verizon еще и в котировках не рос и дивидендов платил бы относительно мало, тогда вообще смысла не было бы инвестировать в компанию. А NTNT приобретается для дивидоходности. Это такой вот инструмент по дивидендной стратегии. Далее. Акции Cisco стали дешевле. Ваша оценка изменилась с 6 до 7. Насколько помню, делал ролик. Наверное, вы его имеете в виду. Cisco стали дешевле. Что-то я особо не заметил. Cisco, может быть, он снизился, но несущественно. Ну, тут какой-то, кстати, рисовал для ролика первую границу для входа. Он к ней подошел и даже пробил ее тут на 1%. Да я бы не сказал, что он стал прямо-таки дешевле. Не помню, какие критерии выставлял. Нужно сейчас пересматривать, переоценивать по финансовому состоянию, что Cisco показывает. Но вообще, в принципе, Cisco вполне на границе был. Шестерки и семерки, насколько я помню. Может быть, уже можно его в семерку оценить. Но, опять же, не готов сказать. Нужно смотреть его состояние прямо в настоящее время. Но он пришел в зону покупок. То есть я говорил о том, что он, вероятнее всего, сходит ниже. И вот первая линия покупок. Это вторая линия, которая наиболее мощная. То есть где-то здесь уже можно приобретать. И вполне Cisco такой интересный актив. Может быть, да, семерочку можно ему поставить. Далее вопрос от Михаила. Что думаете о ExxonMobil? Сократят ли дивиденды? Стоит ли начинать усреднять или продолжать еще, подождать еще просадки? Как думаете, до какого уровня может еще упасть? Или может лучше стоит при возможности перейти в Chevron или Total? Об ExxonMobil, думаю, все будет в порядке с компанией. Это крупнейшая нефтяная компания в США. И, в общем-то, иных каких-либо импульсов я не вижу по ExxonMobil. Сейчас все компании и Chevron, и Total, и ExxonMobil, они находятся примерно в равных ситуациях. В довольно сложной ситуации, поскольку цены на нефть довольно-таки дешевые и некомфортные этим компаниям. Ряд из них терпит убытки. Все зависит от цен на нефть. До какого уровня может упасть, все зависит от нефти. То есть тут никакой прогноза бы я не стал давать, никакого. Цена на ExxonMobil сейчас дешевая. Давайте посмотрим. Говорил, что имею его в своем портфеле, ExxonMobil, не рассчитывая на то, что он покажет какую-то ракету, сейчас куда-то улетит. В принципе, по нефтянке, еще раз повторюсь, что ожидаю примерно середину 2021 года нормального восстановления нефтяной отрасли. Сейчас торгуются, видите, как в ценах 2002 года. То есть крайне дешево. Но по уровням, если посмотреть, может, в принципе, 35 примерно. Будет вообще великолепная точка покупки. Может, туда сходит, может, нет. Если цена вырастет на нефть, нефтяные компании пойдут вверх. Если она еще будет падать, может пойти вниз. То есть тут все очень сильно зависит от сырья. Я бы какой-либо прогноз давать не стал. Но я думаю, все видят, что ExxonMobil стоит довольно-таки дешево сейчас относительно своих котировок, которые были раньше. И при восстановлении котировок на нефть он может вернуться к тем значениям в районе 70-80 вполне. И ваш вопрос насчет Chevron или Total. Значит, Total хорошая компания, делал обзор, говорил, что она вполне достойна быть в инвестиционном портфеле. Единственный момент, что там 30% налог будет на дивиденды. Это такой довольно-таки существенный минус. Все-таки нефтяные компании не покупаются для роста. Они, как вы видите, в основном в боковом движении очень сильно коррелируют с ценами на нефть. Они приобретаются для дивидендов. И, значит, треть от пирога это довольно-таки существенно отдавать. По Chevron есть момент. Chevron мне не очень нравится фундаментально. Он в такие спокойные времена, когда нефтяники остальные себя чувствуют неплохо, показывает прибыль и, значит, растут. Chevron периодически может улететь в убыток. Мне не очень нравится его структура управления. То есть, в принципе, компания довольно-таки неплохая. Примерно равны они с ExxonMobil. Но, в общем-то, я для себя все-таки предпочел ExxonMobil, нежели Chevron. Тут такой плюс-минус определенный есть. Это такое внутреннее ощущение, субъективное представление. А все-таки ExxonMobil для меня он более интересен. Далее. Вопрос от Артура. Расскажите про BlackRock. Стоит ли докупать и при каких ценах? Снимите, пожалуйста, ролик про защитные активы, акции, которые не боятся кризисов. Про BlackRock я совершенно недавно делал обзор. Вы можете посмотреть на канале. Может быть, около месяца назад. Там, в принципе, кардинально ничего не поменялось. Потому что, я считаю, на это время не будем тратить. Там довольно-таки все подробно про него рассказывал. И есть возможность оценить там и цены, и все прочее. Про акции, которые не боятся кризисов. Может быть, сниму такой формат ролика. Но он довольно-таки, наверное, долгий получится. Если просто перечислить какие-то отрасли, индустрии или примеры компании, будет, может быть, не совсем понятно. Если разбирать компании, то это довольно-таки длительный процесс будет. Но посмотрю, может быть, как-то реализуется данная идея. Далее, давайте по количеству лайков пойдем. С криптокапитал. Здравствуйте. Что лучше, по вашему мнению, PepsiCo или Co? Вообще, до недавнего времени я бы ответил, что PepsiCo. У них еще есть куда расти. Coca-Cola, она находилась в снижении. То есть, выручка снижалась, прибыль снижалась. И они уже несколько лет в такой вот сложной ситуации находились, когда не знали, куда дальше развиваться. То есть, такая ситуация с Макдональдсом была. Напитки Coca-Cola пьют по всему миру. И ввиду текущей реорганизации они пытаются там какие-то навести мосты, что-то придумать. Пока на финансовых показателях мы это никак не видим. Поэтому все-таки пока бы сказал, наверное, PepsiCo. Но, конечно, Coca-Cola тоже актив довольно-таки мощный. Я надеюсь, что они найдут решение тех вопросов, которые у них накопились. И, значит, вполне вероятно, пойдут по пути, возможно, того же самого Макдональдса будет инвестировать в какие-то смежные направления, в компании, не свойственные безалкогольным напиткам, в какой-нибудь антии, в биотехе, еще куда-то будет вкладывать деньги. И тем самым повысят свои финансовые потоки. Далее вопрос от Малик. Добрый день. Рассмотрите, пожалуйста, компанию Valero Energy. Крупнейшая компания США по переработке нефти. Дивиденды 7,7%. Компания ожидает восстановления показателей в третьем квартале. Valero Energy, кто давно смотрит канал, компания одна из моих, скажем, избранных. Я очень много ее покупал, очень много спекулировал, держал ее какое-то время. Потом продавал в районе 95, где-то 100. У меня последние сделки были. Постоянно за ней слежу. В принципе, рассматривать ее для себя не требуется. Я могу так по ней сказать, что она очень сильно зависит от цен на нефть. Ее финансовые потоки напрямую коллерируют с нефтью, с тем же самым ExxonMobil. То есть у них очень похожая компания. Не очень ростовая, но неплохо платит дивидендов. Сейчас платит их в долг. Долговая нагрузка у нее не очень высокая. Компания довольно-таки приличная. Но я хотел бы еще такой момент отметить. Если покупаете нефтяные компании, это один момент. Если покупаете Valero, это примерно тот же самый момент. Это переработчик нефти. Если покупаете Kinder Morgan или Energy Transfer, как трубопроводные компании, они тоже зависят от энергоносителей. Хотел бы такое лирическое вступление. Обращайте внимание на долю нефтянки в портфеле. То есть вроде бы компании из разных индустрии, но они все относятся именно к нефти и зависят от цен на нефть, от ситуации на нефтяном рынке. То есть вот такое небольшое отступление. Вообще компания хорошая, есть вероятность ее восстановления. Но насколько помню, она 2020 год планирует закрыть в минус. 2021 год восстановления, так же как по нефтяникам. Далее давайте по лайкам. Или вот смотрю, у Надежды вопрос про недвижимость не очень стандартный. Давайте я на него отвечу. Так, что же спрашиваю Надежда? Денис, добрый день. Наверное не по теме, но все-таки ваш канал про инвестиции. Инвестиции в недвижимость это тоже инвестиции. Да, я вот недвижимость здесь и заметил. Недвижимость это одно из моих направлений, помимо фондового рынка. Сейчас как раз один из объектов ввожу в строй. И тема, наверное, будет интересна. Вы как-то упоминали, что начинаете делать ремонт. Если речь про доходную недвижимость, и вы в теме рынка московской недвижимости, можете сказать пару слов, что ждете ОЦН в ближайшие 2-3 года. При том, что кризис нетипичный, ставку понизили, они повысили. Плюс льготные программы кредитования. В итоге место понижения цен в кризис, видим их повышение. Но вот я с конца начну, то есть кризиса еще не было в России. То есть кризис, если будет, он будет. То есть пока кризиса мы не наблюдаем. И вполне вероятно, что он только будет, возможно, в конце этого года, в начале следующего года. Ситуация довольно-таки тяжелая. И кризиса еще пока не состоялась. Это, на мой субъективный взгляд. Московскую недвижимость конкретно не мониторю, поскольку Москва и Санкт-Петербург тоже, в общем-то, они не очень интересны в плане приобретения недвижимости доходной, поскольку цены очень высоки по отношению к высокой конкуренции и стоимости сдачи в аренду этой недвижимости. То есть, скажем так, рентабельность в московской недвижимости и в питерской, она довольно-таки низкая. Лучше всего работают города-миллионники. И Омск, вот я рассматривал вложения в Краснодаре, рассматривал вложения в Саратове, в Самаре, прошу прощения, в Самаре. И рассматривал Ростов-на-Дону. И там, да, есть такие же варианты, интересные моменты. Чуть не приобрел недвижимость в Краснодаре, но, в общем-то, потом изменил решение, опять же, в пользу Омска, поскольку в Краснодаре, чтобы приобретать, нужно туда ехать, нужно организовать ремонт, много накладных расходов возникает. Это, в первую очередь, значит, города-миллионники. Московская недвижимость сюда не входит. Что я жду в ближайшие 2-3 года? Если будет кризис, кризис, как правило, показывает, что недвижимость не дорожает, недвижимость у нас дешевее, довольно-таки существенно. А вот то, что ставки понижают, не повышают льготные программы, не думаю, что это будет работать. У нас вот те, скажем, манипуляции, которые вводит правительство, это мое, опять же, субъективное мнение, они никогда не работают. То есть я думаю, что если будет кризис у людей, и без того невысокий уровень возможностей в плане приобретения недвижимости, если еще будет кризис, люди полишаются работы, у нас будет все великолепно. В плане экономики звучать, по крайней мере, будет так. Но на самом деле покупательская способность будет низкая, недвижимость также упадет, и никакие меры поддержки там не помогут. Это такой субъективный момент из прошлых кризисов. Когда я входил в определенные объекты недвижимости в прошлое снижение, уже не помню, год не буду приводить, тоже решил взять ипотеку, чтобы вложить ее в недвижимость, поскольку в кризис может быть какие-либо просадки, надеялся на то, что недвижимость станет дороже, но все работает наоборот, и, в общем-то, недвижимость подешевела. Поэтому был получен такой определенный опыт, и далее я наблюдал в момент каких-то волатильностей на рынке, в моменты проблем в экономике, что недвижимость у нас всегда падает, несмотря на какие-либо меры поддержки от государства. То есть они на самом деле, скажем так, не работают. Поэтому скорее ожидаю снижения цен. Далее, вот 37 лайков. Гуристас. Добрый день, Денис. Можете назвать 2-3 акции вечных компаний, которые можно держать всегда. Могу с полной абсолютно уверенностью сказать, что вечных компаний не существует. Нужно в любом случае за компанией следить. Есть, может быть, компании, которые можно не смотреть 2, 3, 4, 5 лет, но обязательно нужно контролировать их на долгосрочный промежуток времени. Вот так вот всегда. Ничто не вечно. Я думаю, все это понимают. Сегодня в компании все великолепно. Завтра может быть стать хуже. Может послезавтра стать снова великолепно. Но на каком-то длительном промежутке времени может быть стагнация, может быть снижение. То же самое и Кока-Кола, например. Никто 20 лет назад не мог представить, что у Кока-Колы могут быть снижение финансовых потоков. Значит, будет достигнут какой-либо потолок. Вроде казалось, вечной компанией. И ее называли банком. То есть банк Кока-Кола. Не хочешь деньги нести в банк, положи в Кока-Колу. Она растет, дает доходность выше депозита. Но ничего не вечно. Поэтому таких компаний я считаю, что нет. Далее. Значит, 36 лайков. Вопрос от Заура. По вашему мнению, при финансовом кризисе и рецессии следует ли долгосрочному инвестору выходить в кэш? Все говорят, что рынки через годы восстанавливаются. Но акции многих компаний только сейчас. Через 20 лет возвращаются до кризисным позициям. После пузыря даткомов. А рынок акций Японии после 80-х так и не восстановился. Люди, которые вложили деньги тогда, до сих пор в убытки. Какая долгосрочная стратегия, на ваш взгляд, наиболее надежная? Частично на этот вопрос отвечал в первом вопросе. Если вы долгосрочный инвестор, выходить в кэш не стоит. Это такие определенные спекулятивные моменты. Может возникнуть ситуация, когда кризис не случится, коррекция не случится, котировки улетят еще выше. И деньги можно потерять. То есть тут можно заработать, можно потерять. Это 50 на 50. Большого смысла для долгосрочного инвестора не вижу. Единственный вариант, который я вижу, и который работает всегда вне зависимости от пузырей даткомов, пузырей текущих, от манипуляторов, нужно приобретать хорошие, надежные компании, которые за адекватные деньги приобретают какой-либо бизнес. То есть если компания растет финансово, у нее есть перспектива, она год от года наращивает свои финансовые потоки, стоит адекватно, я уверен, что ее котировки будут расти адекватно. Если это дивидендная стратегия, то она дальше сможет выплачивать из денежного потока дивидендную доходность давать. И вот такие компании стоит приобретать, не стоит просто вписываться вот в эти игры, в Теслы и во все прочее, в пузыри. Там действительно можно зайти в такой пузырь, получить минус 70-80% к депозиту, и да, придется 20 лет примерно ждать восстановления. Возможно, он случится, возможно, нет. Поэтому приобретая реальные компании, приобретая реальный бизнес за адекватные деньги, можно быть уверенным в том, что все будет в порядке. Далее вопрос от Дмитрия. 37 лайков. Вопрос простой. Российские акции обгоняют российскую инфляцию и девальвацию на долгосроке? Ну, скорее, да. Я вот доходность, ну, примерно по, если взять индекс с московской биржи, если не ошибусь, процентов 12, может быть, 15 по динамике последних 5-7 лет, она дает это высшие уровни инфляции. Значит, по инфляции мое субъективное представление в России, она порядка 8-10%. Это по тем потребительским товарам, которыми я пользуюсь. Я также владею бизнесом по розничной торговле. Я вижу, насколько дорожают товары, поскольку при подорожании каких-либо товаров от поставщиков приходит письмо, такой-то, такой-то продукт, такая-то, такая-то марка торговая, она дорожает на 10%. И такие письма я получаю периодически. Соответственно, по ним могу судить. О подорожании тех групп товаров, которые имею, процентов где-то на 10 в год, взять ту же самую недвижимость. Я вижу, что она дорожает тоже процентов в районе 10 в год. В общем-то, да, может быть, если взять гречку, взять хлеб, картошку и макароны, они не дорожают на 10% в год. Но это такие вот индикаторы, скажем, смешанные. Я думаю, что все-таки жители России могут себе позволить несколько больше, чем макароны с картошкой. А если берем какие-то дополнительные товары, которыми, скажем, пользуемся, которые потребляют, то мое представление, что это порядка 80% в год. Ну, соответственно, индекс московской биржи дает примерно 12-15%. Это несколько больше. Но динамика такая относительная. То есть может быть все неплохо, может быть все плохо. Скажем, есть некоторые проблемы сейчас в российской экономике. И эту отсечку, которую я беру 12-15%, это с учетом примерно текущих котировок. Они восстановились после мардовского падения. Если будет падение в российской экономике, индексы улетят вниз, тогда мы увидим боковое движение. И на графике, имею в виду фондового рынка российского, тогда можем говорить о том, что инфляция будет превышать фактически моменты этого роста. Все довольно-таки относительно. Я бы все-таки рассматривал больше стабильной экономики. Не зря наши компании российские стоят довольно-таки дешево. Они дооценены по мультипликаторам. Это не потому, что такая случайность произошла, какая-то оплошность инвесторов. Просто инвесторы мировые. Они видят все риски, видят проблемы. Проблемы по рублю и, в общем-то, не вкладываются в экономику. Они предпочитают более стабильные доходные инструменты. Далее вопрос от Антона. Тайсонфуд стоит ли брать на долгосрок? Да, считаю, что стоит тут на ваше усмотрение, конечно. Но Тайсонфуд тоже не секрет. Он у меня есть в инвестиционном портфеле в не очень большом объеме. Но, тем не менее, Тайсонфуд держу. Считаю, что это такая защитная отрасль, производитель мяса, который, в принципе, неплохо наращивает финансовые потоки год от года. И приятно иметь пищевиков в своем портфеле. Я считаю, что все будет в порядке с компанией. Далее вопрос от Дениса. Докупали что-то на фоне недавнего падения? Докупал, да. Периодически вношу средства на брокерский счет. Что-то покупаю. Порой новые компании покупаю. Порой распределяю по имеющимся компаниям. Держу определенные доли. Без существенных превышений одной на другой падения. Я не заметил. Как я уже говорил, у меня нет перегретых компаний. Нет перегретого IT. И вот в периоды этого падения я видел перелив средств в реальной компании. И у меня, насколько я помню, процент прибыльности портфеля подрос. После этого падения, после перетекания средств. Рассчитываю, что дальше так и будет. Все-таки баланс и гармония на рынке. Они должны восстановиться. Это как ини-яни. Значит, какие-то пики. Они должны быть сглажены в любом случае. И в общем-то, то есть какие-то конкретные компании. Может быть вопрос задан в том ключе. Я докупал ли я Apple или Microsoft покупал. Или может быть Amazon. Нет, таких компаний не приобретал. То есть были плановые внесения средств. И плановые приобретения тех компаний, которые интересны до этого. Так, здесь лайков мало. Может быть снизу что-то еще есть. Вот 36 лайков. Вопрос от Сергея. Что думаете по поводу падения МОМО? А также ваше мнение по поводу HCSG. Почти 4% дивидендов и низкий долг. Значит, HCSG. Честно сказать, первый раз такую компанию вижу. Может быть запамятовал. Давайте ее посмотрим. Чем она может быть интересна. Health Care Services Group. Нет, такую компанию не припомню. Может быть смотрел когда-то давно. 4% дивидендов, низкий долг. Давайте посмотрим, что компания в себе несет. Нисходящий тренд с 2018 года у нее. Сейчас стоит довольно-таки дешево. Хотя PE у нее не сказать, что дешевый. Да, финансовые потоки подрастают. Дивидоходность около 4%. Не совсем понял, чем компания заинтересовала. Вот я бы с позиции вот такой бегло ее рассмотрел. Нужно, конечно, вдаваться прямо-таки в подробности, что компания в себе несет. Под какую стратегию можно эту компанию купить. Обратите внимание, вот сейчас она стоит не дешево. То есть PE в районе 20. То есть это не очень дешево. Давайте еще посмотрим, сколько она стоит обычно. В каких диапазонах. Да, сейчас она дешевле. Обычно нормальный уровень это где-то 38. Но нисходящий тренд у нее начался раньше, примерно с 2018 года. То есть по котировкам компания падает довольно-таки существенно. Дивидендов платит 4%. 3,9. Но здесь бы обратил внимание еще на 2,7% повышения годовых. То есть в районе 2% инфляции в США. Возможно, она по входе последних событий будет несколько выше. То есть это, в принципе, на уровне инфляции. В районе 4% дивидоходность. Не сказал бы, что она высокая. И ожидать, что она вырастет, тоже не приходится. Будет повышение на величину инфляции примерно. Только разве что на отскок. Компании можно ориентироваться. Сейчас она дает порядка доллара прибыли на одну акцию. Планирует где-то 1,1. 1,2. Но только в плане возможного восстановления котировок к тому уровню комфортную, который она имела ранее. Но здесь есть определенная нисходящая динамика. Как раз таки с 2018 года компания теряет выручку. Возможно, это побудило инвесторов с компанией выходить, поскольку планы несколько у нее снизились. В общем-то, ничего критического в компании не вижу. Возможно, да, она отскочит. Возможно, стоит ее рассмотреть подробно. Но вот вижу в ней также дополнительные риски. Может дальше идти вниз. Какой-то ракеты по прибыли не ожидается. Такой довольно-таки резонансный актив можно рискнуть, конечно, приобрести. Но вот какого-то явного потенциала я бы в нем не увидел. Так, и, значит, по МОМО. Честно сказать, за МОМО не наблюдаю. Такой актив китайский. Есть ряд нюансов, понимаете, в китайских компаниях. МОМО отлично показывал рост финансовых потоков. Но это не мешало ему падать. То есть, когда-то, я думаю, да, МОМО и другие китайские компании, они могут отлично отстрелить вверх. Но вот это движение, которое имеем сейчас, боковое и нисходящее, оно может также длиться еще довольно длительное количество времени. То есть, МОМО сейчас падает, хотя, в общем-то, финансовые потоки довольно-таки нормальные. Дивидендов не платят. И довольно все-таки относительно. То есть, если готовы ждать энное количество времени до отскока, можно держать. Потом, возможно, эта ракета произойдет. Но ждать, возможно, придется несколько лет. Далее вопрос. Когда вырастут рейты и что с Simon Property Group? Какие цены ждать? Рейты, ожидая, будут восстанавливаться в районе 2021 года. Симон Property Group, я думаю, что исключением здесь не станет. Вероятнее всего, будет восстанавливаться. Ну, по Сайму, я не раз говорил, предупреждал. Довольно высокая долговая нагрузка. У него сейчас порядка 1300% к собственному капиталу. Это довольно-таки много. Но, с другой стороны, в принципе, платеж по этому долгу, он перекрывает. Там какого-то предбанкротного состояния нет. Проблем сильных у Simon Property Group нет. Но есть еще нюанс такой, что акционерный капитал компании, он снижается. То есть, долговая нагрузка, она растет быстрее, чем растут активы. То есть, он остался, был и остался активом с рисками. Я думаю, что будет все в порядке, когда будет восстановление в районе 2021 года. Середина, может быть, 2021 года. Я бы ожидал цену в районе 100 долларов. Такие вот предположения. Будем, конечно, наблюдать за геополитической ситуацией, за экономической ситуацией. Пока трудно сказать. Так, и давайте еще, может быть, один или два вопроса. И будем сегодня заканчивать. Вопрос от СБ. Нюансы вывода средств с брокерского счета. Да, в общем-то, нюансов скорее нет. Если говорить о брокерах, у брокеров есть различные моменты. У Тинькова нет никаких моментов. Просто берете и выводите деньги с брокерского счета. Они мгновенно оказываются на карт-счете. Вот НДФЛ сразу все брокеры снимают. Будь то Тиньков, будь то ВТБ. Если есть прибыль, была прибыль зафиксирована, тогда НДФЛ будет вычтен. По ВТБ, если меняли, значит, валютные операции производили и не прошло 15 дней, то до 300 тысяч выводите бесплатно. Если более 300 тысяч, тогда это 0,2%. Также, если были валютные операции и прошло 15 дней, то любую сумму можно выводить без комиссии. Этот момент я уточнял. Кстати, вот помню, уже не помню зрителя. Я читал этот вопрос насчет вывода с ВТБ. И мне тоже было интересно, поскольку ВТБ у меня основная часть активов. Недавно подключил тариф, если не ошибусь, Prime называется, премиальное обслуживание в ВТБ. Позвонила девушка, личный менеджер, предложила сотрудничество, что такой тариф можно подключить. Там помощь на дорогах, проход бизнес-залы, страховка и все прочее. Но это все бесплатно, почему бы и нет. И специально у нее выяснил этот вопрос, как это работает. ВТБ, да, вот то, что я сказал. Если производили какие-либо валютные операции, нужно подождать 15 дней. И тогда можно на 16-й день уже выводить любую сумму, комиссии никаких не будет. Этот вопрос меня беспокоил. И как-то он в условиях прописан довольно-таки тонко. Можно трактовать его по-разному. Ну, в общем-то, тут от брокера зависит. У кого-то Сбербанк, у кого-то открытие. Там есть свои нюансы. В открытии, если не ошибусь, есть какая-то комиссия небольшая на вывод средств в Interactive Brokers. В том же самом, там, по-моему, нюансов особых никаких нет. Просто после того, как завели средства, нужно какое-то время, чтобы они полежали. То есть нельзя их сразу вывести, завести. Я думаю, что это борьба с отмыванием денег и все прочее. То есть там есть свои нюансы. То есть у каждого брокера есть какие-то мелочи. Но в целом проблем никаких нет. Просто нужно учитывать вот эти вот мелкие моменты и, значит, на это ориентироваться. Так, ну давайте еще один вопрос. Перспективы рейтов не буду уже говорить. Значит, по рейтам высказаться, что да, на 2021 год ожидаю, что будет порядок с рейтами. Вот от Васи Петрова еще вопрос. Добрый день. Есть смысл покупки китайских активов и вложения в китайскую экономику? Безусловно, я считаю, что есть смысл вложения в китайскую экономику. Я бы не стал рассматривать это в таком глобальном масштабе, вот вкладываться в китайскую экономику. Я бы выбрал конкретные точечные компании, в которые я бы хотел вложиться. Во всю экономику в целом довольно-таки такой момент очень тонкий. Есть компании перспективные, есть не очень перспективные. Есть те компании, которые могут заслужить санкции очень серьезные, есть какие-то более защитные компании. Если до себя видите в китайской экономике те инструменты, которые для Вас интересны, которые могут давать тот уровень доходности, который Вас устраивает по отношению к тем рискам, которые любой актив несет, китайский, российский или американский, вполне можно вкладываться. Я думаю, что китайская экономика в перспективе себя будет отлично показывать. Но стоит понимать, что там будет волатильность, безусловно, на фоне сложных отношений США. Это будет продолжаться еще энное количество времени со взлетами, с падениями и так далее. То есть, в принципе, я считаю, что у китайской экономики есть хорошее будущее. Просто нужно его ожидать и приобретать те инструменты, которые уже сейчас будут давать Вам те плоды, которые Вы бы хотели. Поскольку инвестиции – это вложение денежных средств с целью получения определенного уровня доходности. И не стал бы инвестировать в китайскую экономику в целом, поскольку это может затянуться, скажем, на энное количество лет. И качество этих инвестиций будет для Вас не очень приемлемо. То есть, а выбирать точечную компанию, которая будет интересна – это вполне такой вариант перспективный. На этом, пожалуй, все. Надеюсь, ответы на вопросы были полезные. Встретимся в следующее воскресенье. С удовольствием отвечу на новые подборки вопросов. Как всегда, все полезные ссылки и полезные информации в описании к ролику. Всем удачи в инвестициях, хорошей погоды, хорошего настроения. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok